Для начала я должна сказать, что все знают, наверное, присутствующие, но, может быть, нас слушают еще другие врачи, которые подключаются к нашей работе, что ретинобластома – это злокачественная опухолептическая часть из сетчатки, нейроэктодермального происхождения с очень агрессивным характером роста. Встречается она у 1 на 15 тысяч живых новорожденных, имеет три формы – это монокулярная, бинокулярная и прилатеральная. Монокулярная встречается чаще, характеризуется, может иметь солитарные очаги и мультифокальное поражение, может быть, и клиническая картина – это беспигментная опухоль неравномерной плотности с наличием кальцификатов в строме опухоли. Основной жалобой у родителей является светящийся глаз у ребенка, кошачий глаз, лейкокорея. К сожалению, это поздний признак ретинобластомы, при котором еще несколько лет назад невозможно было сохранить глаз. К ранним признакам мы относим косоглазие, которое может возникать при локализации опухоли в центре. Говоря о клинической картине, мы не можем не сказать о характерах роста, потому что именно от этого зависит выбор того или иного метода лечения. Это эндофитный характер роста, который характеризуется наличием отсевов в стекловидное тело. Это экзофитный характер роста, когда опухоль растет в наружные слои сетчатки и быстрее прорастает в сосудистую оболочку и стремится к экстрабульбарному росту. И запущенные смешанные случаи. В основе развития ретинобластомы двухударной гипотезы Кнутсена 60% монолатеральные спорадические бессоматические мутации, 30% – это наследственные семейные, наследственные случаи. Редко встречается аутосомно-доминантный генетический паттерн с неполной пенетранностью, то есть у носителей клинических проявлений быть не может. Но именно огромный риск рождения больных детей именно в таких семьях. Было доказано, что среди спорадических детей со спорадическими формами, где дети со спорадической формой, в 25% случаев выявляются скрытые вот такие герминальные мутации, которые говорят о наследственном характере заболевания. Но в основе всего лежит ген РБ1, супрессор опухолевого роста, и при его блокировке, при развитии мутации в этом гене, возникают структурные функциональные мутации, блокируются его функции супрессора, нарушаются процессы пролиберации, дифференцировки и апоптоза. Что очень важно знать в плане развития дальнейших вторых опухолей, вторых опухолей в отдаленные через 10, 15, 20 и 30 лет у детей, выживших, переживших этинобластому, это то, что этот ген РБ1 инактивирует рядом лежащие гены, которые через определенное количество лет приводят к развитию других заболеваний. В свое время были созданы группы рисков герминальной мутации, на основе которых, даже не проводя молекулярную диагностику, которую необходимо проводить, мы можем все-таки подозрить наличие герминальной мутации. Это спорадические случаи бинокулярной ретинобластомы, монолатеральной ретинобластомы с мультифокальным ростом, монокулярные тяжелые формы ретинобластомы и спорадические формы у детей с врожденными пороками. Ну, разные врожденные, это энеррофиброматоз, может быть, это глиомы, это полидоктилия, и распороги тазобедренного сустава и так далее. Ну, стабильное какое-то количество детей поступает в наш стационар, это данные по обращаемости в наш институт, ведем постоянно это, занимаемся ретинобластомой с 87-го года конкретно. Вот наш отдел до этого, институт, конечно, лечил этих детей. На моих глазах это все развивалось. Ну, большее количество детей, конечно, поступает из Центрального федерального округа. И если говорить о Москве, это вот немножко такие данные, вот за 19-й год есть, к сожалению, все, которые должны родиться в Москве, они не поступают в тот же год на обследование и на лечение. То есть мы говорим о низкой ранней выявляемости ретинобластомы. Методы обследования у детей – огромный алгоритм этих методов. Это общеклинические, на слайде все это представлено. В обязательном порядке идет компьютерная томография орбит или МРТ, орбиты головного мозга. И, естественно, перед лечением ребенок полностью обследуется у онколога. Вот различные виды диагностические представлены. Основное, что надо сказать, что полноценным можно считать обследование у ребенка только под наркозом и с широким, максимально широким зрачком обоих глаз. Но для первичного звена обязательным, и я потом покажу это в рекомендациях, обязательным является расширение зрачка уже при первом появлении ребенка у офтальмопедиатра. Любой офтальмопедиатр каждого нового ребенка должен осмотреть с широким зрачком. Это основное условие. А так в нашем арсенале, конечно, педиатрические камеры, и ультразвук разной модификации, и компьютерное МРТ-исследование, оптическая когерентная томография. Для оценки остроты зрения используем электрофизиологические исследования, чтобы посмотреть функцию. Что изменилось с 2002 года, я веду такую вот картинку, ничего практически не меняется. Вот к 2018-19 году у нас по-прежнему остается Т3 при монокулярной форме, и чуть-чуть меняются цифры вот при второй стадии и при третьей стадии. А так мы очень поздно выявляем опухоль. Это обусловлено отсутствием онконостороженности у офтальмопедиатров. У нас нет претензий к онкологам в этом плане, потому что это задача офтальмопедиатров выявить вовремя опухоль у ребенка. Осмотры с узким зрачком. Я была в прошлом году в Великом Новгороде. В детском отделении они вообще зрачки не расширяют. Направляют больных в Петербург, а сами смотрят с узким зрачком. Вот и все. Отсюда врачебные ошибки. Недооценка состояли, конечно, и со стороны семьи, родителей, безусловно. И, конечно, задержка поступления в медучреждения, экономический фактор, это все понятно. Но основные в этом звене, и мы должны это помнить, это мы, врачи, и особенно врачи первичного звена. Вот в критериях качества в соответствии с клиническими рекомендациями, которые утверждены в 2017 году, которые мы делали совместно с онкоцентром СМНТК, написано, обязательный осмотр детей на уровне первичного звена в течение первого года раз в квартал с широким зрачком. Если жалобы на патологию глаз выявляются врачами общего профиля, семейными, педиатрами, неврологами, другими, ребенок в обязательном порядке направляется на прием к офтальмологу. Простите, дорогие онкологи, но до сих пор они направляют детей к общему онкологу. Ну, к сожалению, там нет, и хорошо, если есть как в онкоцентре, или у вас в Питере, допустим, офтальмологи. Но мы знаем состояние нашего здравоохранения, что помощи вот таких отделений в России раз, два, три, и все на этом. А все это частота ошибок. Частота ошибок и сроки начала лечения. Единственное, мы чего добились сейчас, благодаря теледистанционным методам общения, что такие дети быстрее поступают на лечение. Но при ошибочном диагнозе лечение начинается практически через год. И вот с какими диагнозами мы часто путаем. Вот, пожалуйста, это увиты, литинит и коца, это катаракты, ретинопатии недоношенных, отслойка сетчатки, глюмозрительного нерва, глоукома. Это все диагнозы, с которыми мы встречаемся ежедневно. Когда дети присылаются вот с такими вот диагнозами, а на самом деле оказывается ретинобластома. Это хорошо, если направляются. А если их начинают лечить, у нас много случаев, очень много случаев, когда удаляют катаракту, оказывается, это ретинобластома. Когда лечат увиты, долго лечат увиты. И у нас есть случаи, когда заканчивалось это летальным исходом. Вот об этом идет речь. Но переходя к лечению, я должна сказать, что, конечно, мы основываемся на тех классификациях, которые у нас есть. И сейчас очень широко принятая классификация ABC, вы все это знаете. Она создана именно потому, что поменялись протоколы лечения, и мы теперь соотносим это все с определенными проявлениями. Ну вот перед поступлением в стационар и перед началом лечения обязательно КТ, МРТ, рентген грудной клетки, УЗИ, МРТ органов брюшной полости, а при подозрении на экстрагульбарный рост, как правило, ребенок идет на большее обследование, и таких детей мы направляем, вот таких детей при выявлении экстрагульбарного роста мы уже направляем к онкологам при подтверждении диагноза, чтобы начинали лечить более интенсивными схемами и так далее. Настоящая никогда в жизни монотерапии ретинобластомы не существовала. Всегда, вот как сколько я помню, я с 77-го года в институте, детей пытались лечить, пытались проводить химиотерапию, конечно, говорить о той химиотерапии, которая проводилась тогда, не приходится, это было ничего, но всегда пытались лечить комбинированное. В настоящее время, скажет подробнее Татьяна Леонидовна наверняка, я просто хочу сказать, что это комбинация всех методов, которые существуют. Какую цель? С целью спасти жизнь ребенка, глаз ребенка, и, конечно, зрение, если это возможно. Ну, что касается системной химиотерапии, в общем-то, она уже давно известна, были эры одевантной химиотерапии, потом неодевантной, когда появился кармоплотин, сейчас уже локальная химиотерапия, давно у нас внедрена в наши, во всяком случае, три учреждения, и показания отработаны как для интерактериальной химиотерапии и для интерметриальной химиотерапии. Противопоказаниями являются вторичные осложнения, распространение уже активных, нацеллярное тело. И мы не забываем, при достижении больших успехов, что мы должны очень аккуратно обращаться с локальным введением цитостатиков, потому что, как офтальмологи, мы видим активную деструкцию сетчатки, развитие холиотерапии и так далее. Да, мы объясняем, все равно используем и будем использовать эти методы. Я говорю о том, что нужно очень строго подходить к показаниям и к выбору того или иного метода лечения, чтобы минимизировать вот эти осложнения, которые могут возникать. Переходя уже к конкретным, нет времени, к конкретным методам лечения, я, конечно, должна сказать, что брахиотерапия предложена достаточно давно, и это был первый метод органосохранного лечения. Была рентгенотерапия в 60-е годы, она помогла спасти жизни детей, но это были инуклеации и рентгенотерапии. И потом, как после анализа, который провел Абрамсом в 80-е годы, оказалось, что такое облучение дистанционное для ретинобластомы, для этих детей, это вторичные опухоли, которые развивались через 10, 15 и 20 лет после облучения, индуцированные опухоли. А вот брахиотерапия была первым нереальным методом органосохранного лечения. И приоритет в этом плане у нас в нашей стране Альтин Фёдна Бровкина и Георгий Денис Зарубей, которые использовали стронцевые аппликаторы при лечении. Ну, виды лучевой терапии в офтальмо-онкологии. Это контактная лучевая терапия, использование различных аппликаторов с различными изотопами. Но у нас в стране это стронцерутени, в Америке и в Европе рутени йод, и в Америке палладий. И дистанционное облучение, фотонное облучение, это рентгенотерапия, гамматерапия и облучение заряженными частицами. И здесь я хочу поблагодарить Татьяну Леонидовну Ушакову, потому что это она прекратила облучение полностью в России. Мы-то отказались в 87-м году от этого в институте, как только поняли, что это такое, в общем-то. Ей удалось в начале 2000-х годов прекратить эту ситуацию и в Омко-центре. И за это ей большое спасибо. Благодаря этому мы на протяжении уже 20 лет практически не видим никаких вторичных опухолей, индуцированных опухолей в области орбиты и головы. Показания для брахиотерапии. Отсутствие метастазов, прорастание по зрительному нерву или склеру, удовлетворительное общее состояние, толщина до 6,5 мм, максимальный диаметр до 17 мм, после хеморедукции опухоли, как правило, если опухоль большая, первым этапом идет хеморедукция, потом мы подшиваем аппликатор. И, конечно, все это, как правило, сочетается с системной химиотерапией. Мы используем в нашей клинике наши отечественные родные офтальмоаппликаторы, которые производятся в Омнинске. Сейчас мы, надеемся, буквально уже в ближайшее время они уже есть, новый ряд стронцевых аппликаторов готовы, но они сейчас проходят лицензирование под последнее, и я надеюсь, в следующем году у нас будет новый комплект стронцевых аппликаторов. Чем обусловлена лимитация метода? С падением дозы на глубине, то есть мы не можем облучать опухоль 8 мм, мы ничего, никакой дозы не получим. Это будет не облучение, а стимуляция. Есть ли осложнения? Конечно, они есть. Есть ранние осложнения. Они транзиторные, как правило, из отдаленных результатов осложнений. Самое страшное – это, конечно, неоваскулярная глоукома, из-за которой развивается болевой синдром, и власть приходится удалять, даже если опухоль разрушена. Поэтому работой радиолога является подбор такой дозы, такой мощности, чтобы была облучена вся опухоль целиком, и в то же время минимизировалась поверхностная доза на склере. Вот такое сочетание должно быть оптимальным для разрушения, потому что можно разрушить любой опухоль, но при этом разрушим сам глаз. Признаки лучевой. Смотрите, лучевая реакция начинается на второй, четвертый день после подшивания и длится до 12 месяцев. Это очень важно понимать, потому что, к сожалению, офтальмологи на местах или онкологи, они не знают признаков лучевой реакции и считают развитие отеков опухоли, фрагментации сосудов, геморраги, отслойки, нарастания отслойки отрицательной динамикой. Ни в коем случае это лучевая реакция, и она начнет спадать где-то после 6 месяца начинается стабилизация такая. И только через год мы можем на самом деле судить, у детей чуть раньше где-то 8 месяцев судить, есть рубцевание или нет рубцевания. Вот это наши данные. Суммарная доза на верхушку, как мы говорили, на гластомы при стронции составляет 100 обычно грей, при рутении это 80 до 100 грей. Доза на склее при этом не превышает, как правило, где-то 500-600 грей. И вот всего с 2010 по 2019 год у нас было пролечено 493 больных с этинобластомой, из них 195 была брахиотерапия комбинацией с интерактериальной, интерметриальной 49 человек. Вы видите наши цифры, они очень большие, эти цифры сопоставимые, редко с кем можно сопоставить, и в общем-то мы добиваемся очень хороших результатов. Суммарная эффективность в рахиотерапии уже в конце периода лучевой реакции достигает 90%. Вот в связи с тем, что наш институт больше 40 лет, 45 лет уже работает с лучевыми методами лечения, наш институт был номинирован в 2017 году премией МАГАТЭ на юбилей, номинирован докладом на юбилей, юбилейной сессии МАГАТЭ. Второй метод, который очень часто используется, это транспопулярная термотерапия. Мы используем инфракрасные облучения, при этом проникающая способность не превышает 3 мм. Я здесь хочу вспомнить МНТК, Булгакову Евгению, которая была прекрасная работа по транспопулярной термотерапии, в общем-то она была такой хорошей базой для развития этого метода. И мы сейчас, учитывая мультифокальный характер роста ретинобластомы, лазерная коагуляция является одним из эффективных методов в комбинации с другими для сохранения глаза и зрения, подчеркиваю, потому что наличие опухоли в центральной зоне резко, в общем-то, снижает возможность наличия зрения у такого ребенка. А при парамокулярных образованиях, разрушая опухоль, мы сохраняем глаз. Ну, вот здесь у нас, правда, не ретинобластомы, извините, я не могла найти вот ретинобластомы, но принцип такой же. Облучается вся опухоль с запасом здоровых тканей. Вот. Обязательно с перекрытием полей для того, чтобы полностью разрушить эту опухоль. еще один метод, который очень часто используется в комбинации с другими методами, это креодеструкция. Это, как правило, она используется при экваториальной локализации. Проминенция должна быть опухоль не более 3 миллиметров, диаметр 10 миллиметров. используется жидкий азот и лицо 2. Вот такое лечение комплексное, комбинированное, привело к тому, что у нас резко увеличился процент сохранения глаз при монокулярной форме, которые чаще всего встречаются и встречаются на поздних стадиях развития. Сейчас мы сохраняем примерно 53% таких глаз. Но значит ли это, что исключается инуклеация? Нет. Именно потому, что у нас много таких детей, инуклеация остается одним из методов, который обязателен при лете на гластоме при определенных ситуациях. И особенно, если развиваются вторичные осложнения. Это вторичная глаукома, непрозрачные среды, экстрабульбарный рост опухоли. Когда лучше прекратить консервативное лечение? При наличии активной опухоли, это из доклада Дежардес в 2019 году. Наличие активной опухоли, несмотря на многократные вмешательства, особенно при монолатеральной ретинобластоме, вовлечении зрительного нерва, невозможность визуализации глазного дна и отсутствие зрения. Если у ребенка отсутствует зрение, у вас внутри глаза сплошные хориоретинальная дистрофия, кровоизлияние, геморрагии, наличие подозрительной даже на опухоль очагов, такие глаза рекомендуется удалять. При этом уже удаление отличается от стандарта, но в любом случае длина зрительного нерва должна быть 15 мм и более. Ну а дальше больной, если выявлено экстрабульбарный рост, больной направляется уже на лечение к онкологам для проведения высокодозной химиотерапии и других методов лечения. Показания в дистанционной лучевой терапии в настоящее время это только экстрабульбарный рост опухоли, это не только у нас, это во всем мире. Значит, попытки использовать дистантную лучевую терапию в виде гамма-ножа, ну, к сожалению, вы понимаете, я сама первая бы все это делала, и мы направляли, даже детей у нас не было, мы же 40 лет пользовались протонной лучевой терапией. К сожалению, в 2014 году там авария, и мы с тех пор, у нас нет в России протонной лучевой терапии для офтальмоонкологии. В мире есть, и в мире облучают протонным пучком, но гамма-нож в мире практически нигде не используется, отдельные авторы иногда представляют. Почему? Потому что это та же фотонная терапия, и учитывая количество пучков, объем облучения здоровых тканей значителен, если при протонной лучевой терапии поражаются до 17% здоровых тканей, то при фотонном облучении поражается, как правило, 30%. И я очень не хочу, чтобы наша Россия вновь увидела вторичные слокачественные опухоли. Вот как пример этой девочки, эта фотография 90-х годов. Я уже молчу про пост лучевых изменений, но может быть при гамма-ножах они будут меньше, но они тоже все известны. И еще дистанционная лучевая, после дистанционной лучевой терапии коэффициент кумулятивной заболеваемости составил 10,2 и не зависел от типа мутации. Это кеттеллер, это даже не наши данные, это данные в ряды из мировой. И вот здесь блок схема диагностики лечения пациента детского возраста с ретинобластомой. И здесь четко показано, что диспансеризация детского населения, включая офтальмоскопию, должна проводиться с рождения ребенка и 3-4 раза в год в течение первого года. С подозрением на ретинобластому направляется к офтальмологу для диагностики. При подтверждении диагноза выбираем это экстраокулярная или интраокулярная форма. Если экстраокулярная форма тактика лечения определяется интраокулярной офтальмологом и дальше совместно с онкологами проходит лечение, а если экстраокулярно это идет к онкологам. Ну если диагноз не подтверждается, то к профильному специалисту. В заключении я хочу сказать, что лечение ретинобластомы может быть только комбинированным и определяется офтальмонкологом. Несмотря на выявление выявленные побочные эффекты и интерортидеальная и интерветриальная химиотерапия стали неотъемлемым методом лечения запущенных тяжелых резистентных форм. Профилактика осложнений является строгое выполнение протокола, индивидуальный подход и лечение специализированной клиники. Залог успеха только ранняя диагностика и онконастороженность у всех врачей, не только офтальмологов, у каждого врача, который встречается с ребенком. Спасибо большое за внимание. субтитры